Любое будущее начинается с идеи. Шесть лет назад американский художник Крис Берден начал создавать свой проект «Метрополис-2» и теперь, наконец, готов представить его финальный вариант. Целый комплекс из 18 автотрасс, переплетенных с железными дорогами и несколькими сотнями зданий, занимает весь выставочный зал. По этим магистралям одновременно циркулирует более тысячи игрушечных машинок и 13 поездов, которые создают иллюзию настоящего футуристического города. В какой-то степени здесь вы можете почувствовать себя богом, подняться над городом, посмотреть на него сверху. Особое ощущение придает шум, который создает иллюзию присутствия. Однако тут вы в полной безопасности и можете просто наслаждаться видом. Шум в зале действительно стоит нешуточный. Ведь каждый час по дорогам «Метрополиса» проносится около 100 тысяч автомобилей. По сути, кинетическая скульптура состоит только из стального каркаса, электропроводки и макетов зданий, для которых были использованы детали конструктора Лего. Название проекта отсылает к знаменитому фильму Фринца Ланга «Метрополис», снятому в далеком 1927 году по роману Теофон Харбоу. В этой антиутопии роль людей сводится лишь к тому, чтобы быть придатками машин. Однако Крис Берден предпочел избежать скользкой темы и вообще исключил людей из проекта. Его задачей было создать объект современного искусства. Среди прочих символом Лос-Анджелеса можно смело назвать постоянный поток автомобилей. На этом решил сыграть Берден, чтобы увековечить родной город. Я бы сравнил это с такими произведениями, как картина Делане «Эйфелева башня» или, например, итальянская живопись, посвященная Риму. У Лос-Анджелеса нет таких узнаваемых ориентиров, как у этих городов. Это больше похоже на абстракцию Джексона Поллока. Мне кажется, Крис унаследовал именно эту традицию. Первый подобный проект Берден создал еще в начале века. «Метрополис-1» находится в Музее современного искусства в японском городе Канадзава. Однако в нем всего 80 машин и только две дороги. Новое детище художника останется в Лос-Анджелесе. Для общего посещения экспозиция будет открыта в ближайшую субботу, 14 января. Александр Познанин, Эксперт ТВ.